Татьяна Викторовна, наш вебинар является именно тем необходимым, достаточным, который позволяет понять, что это такое, а вот уже курсы, это как это, что, сказку сделать были. Технология подразумевает процесс, сам процесс разработки. Слово «уникальный» это означает, мы должны с вами сделать в жизни то, чтобы быть конкурентно способным, что непосредственно другие не делают. Вот этим, собственно, занятиях мы и занимаемся с нашими слушателями, и это же самое будет происходить и на курсах директора Академии. Поэтому уникальность имеет один признак, это корневая компетенция. Если она есть, как говорил Винни Пух в свое время, значит уникальность есть. Если нету, то и уникальности нету, то мы повторяем и вступаем в самое неприятное, что может быть в жизни, это конкуренцию. Поэтому идеальный случай стратегии лидерства, когда конкуренция отсутствует. Вот об этом мы с вами и будем говорить сегодня с точки зрения технологии. Не как, а самого алгоритма этой технологии, чтобы сказка у нас с вами в жизни появилась. То, что нам нужно. Поэтому в свое время Декарт сказал, для того, чтобы стать лидером в чем-либо, необходимо те привычные представления, которые есть, из них надо выйти и посмотреть на мир окружающий, на себя, на свой внутренний мир. И изменив его, начнет изменяться и окружающая действительность. Поэтому, воспользовавшись рекомендацией этого замечательного до нас жившего ученого, мы и начнем, отправимся в путешествие, которое называется именно технологии разработки этих уникальных стратегий. Итак, курсы существуют только ради одного. Это научить, научить каждого, кто хочет стать лидером, разрабатывать стратегии. Неважно, в какой сфере деятельности. Это бизнес, предпринимательство, карьерный рост в системе ГМУ. Но самое главное, это то, что есть амбиция, есть желание стать лидером. Потому что, если амбиции нету, то и стратегия не нужна. Стратегия нужна только в одном случае. Даже если человек не разрабатывает стратегию, то он все равно является участником чьей-то стратегии и является инструментарием для достижения тех целей, которые другие его используют. Поэтому для того, чтобы не быть, как говорится, батраком, работать на кого-то, нужна своя личная стратегия. Поэтому она рассчитана сама по себе стратегия на амбициозных людей, которым надо. И если очень хочется на Руси, то нет такого человека, который бы не стал делать то, что ему нужно. Только можно делать это за счет других, как сегодня у нас происходит в жизни. А можно сделать вместе с другими. Поэтому стратегия лидерства подразумевает устранение причин борьбы и создание таких условий, при котором каждому выгодно. И вот это, когда выгодно каждому, называется, появляются заинтересованные лица у нас, чтобы реализовать нашу стратегию. Профессионального роста, карьерного роста, ну и, естественно, как следствие роста доходов. То есть становиться лидерами вместе. Они, мы, одна дружная семья. Это очень важно в наших условиях, в современных условиях, выходить победителями не за счет конкуренции, а за счет превосходства. Того, что ты делаешь, конкурентам это не посильно. Почему граждане 16 лет? Потому что многолетняя практика, работая сначала в НХ при Совете Министров СССР, потом работая в РАКСе, теперь, когда после указа президента нас объединили, показала, что 16-летние точно так же мыслят, точно так же обладают никакими способностями, как депутаты, которые приходят к нам учиться, как люди, которые занимаются в исполнительной вертикали власти. То есть они, с точки зрения экономики, управленческой грамотности, являются одинаковыми. В 16 лет или на занятиях присутствует губернатор, или присутствует депутат, одинаковые. Поэтому процесс научения того, чтобы стать лидером, чтобы регион стал лидером, для того, чтобы выполнить то, о чем мечтает президент, рост доходов, нужны эти стратегии. Если стратегии нет, то, как песня поется, какие мы были, такими мы непосредственно с вами и останемся. Поэтому 16+, это касается всех тех, кто имеет соприкосновения с этим замечательным контингентом, с этой целевой аудиторией 16+. Они, по сути, свои и наши, есть с вами сегодня присутствующих на занятиях потенциальными участниками наших курсов. Курс, для кого он? Для 16+, которые заинтересованы. В чем они заинтересованы? Ну, наверное, если провести опрос, то каждый человек желает быть богатым и здоровым. Я редко встречал, хотя бы аудиторию, на вопрос, кто хочет быть нищим и больным. Вот, работая почти 50 лет, я еще не встретил ни одного человека. Ну, не везет мне пока в жизни, чтобы хотя бы одного встретить. Поэтому можно стать богатыми вместе с другими и можно стать за счет других. Вот мы с вами будем разрабатывать стратегии личного роста, личного роста. Неважно, в какой сфере профессиональной деятельности есть, если есть стратегия, значит, будет этот личный рост с точки зрения доходов, карьерного продвижения. Если этой стратегии не будет, то, естественно, ничего и не будет. Потому что стратегия разрабатывается только ради одного – ликвидировать разрыв между тем состоянием, в котором мы сегодня с вами находимся, качество жизни, уровень жизни, комфортность жизни, безопасность жизни, и то, что нам с вами надо. Вот то, что у нас это надо, называется миссия. Ради чего мы будем ее разрабатывать, эту стратегию. Но разрабатывать мы будем вместе, как одна команда. Вот все участники становятся одной командой. Но у каждого есть интерес свой. Поэтому разрабатывая личную стратегию, личную, извлекая пользу, выгоду, мы можем гарантировать достижение то, что нам нужно в команде. Потому что команда – это есть один из механизмов реализации личных стратегий. Каждого из нас. Еще раз. Не всех, а каждого из нас. Потому что у нас индивидуальная жизнь. Каждый из вас является личностью в истории. Поэтому каждый напишет свою страничку в этой истории. Значит, источником для того, чтобы нам 16 плюс были бы с нами. А с нами – это означает тугеза. Есть такое древнеарабское слово. Вместе, вместе. Не как лебедь, рак и щук остановиться, а рост доходов богатыми нет. А как бурлаки, которые против течения поотмели нашу мать, родину, Россию, да, приведут в лидеры мирового экономического развития. И главное – лидерами роста доходов каждого. Не всех, а именно каждого гражданина. И не за счет друг друга, а вместе с друг другом. Можно это сделать? Можно. При условии только одном. Есть необходимые и достаточные условия. Если это каждому, не нам кому-то аморфанам, нет. А каждому из нас надо. Поэтому каждое, кому надо, объединяется в команду. И создает тот организационный механизм, который позволяет это сделать. Поэтому все начинается с амбиций. Нет амбиций. Смысла дальнейшего. Ну, можно. Но это уже другие с вами курсы. Почему стратегия? Потому что есть такие две большие научные школы. Они иногда, вы смотрите книжки, открываете и видите, что стратегический менеджмент, стратегическое управление. Вроде бы авторы, фамилии, имя, отчество разные. А пишется почти что об одном. Так вот, очень важно нам с вами, как говорил один из классиков русского языка, развести по понятиям. По каким понятиям мы должны с вами вот эти основные положения в жизни, в жизни, что сделать, использовать для достижения наших успехов. А именно, когда мы говорим об управлении, то всегда есть такой признак, это воздействие на что-то. Воздействие для того, чтобы изменить что-то в каких-то целях. Поэтому управление – это есть воздействие. Следовательно, мы это воздействие можем осматривать как систему управления, как процесс управления. А система управления любая состоит из субъекта и объекта управления. Объект – это кого, а субъект – это кто. Поэтому вертикаль власти, исполнительная и представительная, у нас является с вами, хотим мы это или не хотим, а мы так и сделали по Конституции, является у нас с вами субъектом управления. А мы все остальные в нее являются этими объектами управления. Поэтому для менеджмента это главная его функция объединить людей для достижения тех целей, которые они не могут достигнуть в отдельности. Поэтому в объекте управления это может быть отдел, это может быть какое-то структурное подразделение. Вот менеджмент отвечает своей головой, своей карьерой именно это, это его профессия. А стратегическое управление это несколько другая специфика. Это сфера ГМО, государства муниципального управления. И в организациях топ-менеджеры есть. Вот они входят как раз именно в исполнительную власть. Потому что в наших акционерных обществах, вы помните и хорошо это знаете, есть совет директоров, хозяева и есть правление. Это батраки, наймовая рабочая сила. Батраков, наймовая рабочая сила называют у них топ-менеджеры. Топ-менеджеры. Это будет и в Лукоиле, ну и во всех остальных, где к нам приходят учиться их асы. Будущие, да, наши герои, которые войдут в книгу рекордов Форбса. Она так называется, книга рекордов Форбса. Пока наших там еще немного, но со временем их будет все больше, больше и больше. Итак, стратегическое управление это прерогатива субъекта управления, а менеджмент это объект управления. Причем, когда человек становится владельцем бизнеса, он есть два в одном. Он и субъект, и объект управления. Как только он начинает кого-то нанимать на работу, происходит разделение функциональное. Поэтому стратегию разрабатывать нужно на систему для тех людей, которые там есть. Они должны свои цели понять, что достигнут только в этой непосредственно команды. Поэтому стратегия лидерства это прежде всего командная игра. Можно быть волком-одиночком, но всегда найдется тот, который будет и захочет стать за счет тебя. Значит, для того, чтобы не быть этим изгоем, нужна команда. Поэтому смысл стратегического как раз менеджмента и стратегического управления как раз создание этой команды. Вот все, кто сегодня присутствует, мы с вами и займемся созданием той команды, которая позволит нам реализовать наши чаяния, наши амбиции, если они есть. Итак, стратегия. Это состояние настоящего, которого мы есть. Это светлое будущее, о котором нам нужно. То есть для того, чтобы светлое будущее или сказка, как называется. А у нас для нашей страны, для всех народов населяющих есть одна сказка. И она так называется, эта сказка «Конституция Российской Федерации». И там есть статья 7, пункт 1, где написано, что когда-то будут созданы условия достойной жизни. То есть что такое достойная жизнь? Это когда отсутствует чего? Нужда. То есть нету в нашей стране, нету, кого нету? Нуждающихся людей. Бедных, нищих, голодающих. Если мы возьмем с вами статистику, то оказывается, почему-то они еще есть. Есть, не знаю почему есть. И тогда в нашей стране объявляется классовая борьба с бедными. И все бросаются на эту войну. Надо победить бедность. И мы с вами, да, постоянно читаем в средствах массовой информации, что она ведется не на день. И отпускаются значительные средства, чтобы победить бедных. Вообще-то победа заключается над бедными только в одном случае. Их надо собрать в одном месте и закопать. И тогда проблема будет решена. Это то же самое, когда голова болит. Лучшее средство от головной боли – это гильотина. Прям раз и все, и больше головной нет. Но оказывается, это не есть решение вопроса. Решение вопроса только в одном. Нужна стратегия устранения причин бедности или головной боли. Значит, надо что? Сначала понять причину и воздействовать на причину. Не на слово «бедность», а на причину, которая вызвала эту бедность. Вот этому надо учиться. Пока этому не учат. Но это командная игра. Это не может один человек знать. Это команда может сделать, создать тот механизм, который переведет из того, что сегодня есть дети бедные, в состояние, когда она будет отсутствовать. Это временной лаг. А это уровень уже качества жизни и доходов граждан, который позволяет выйти из этого состояния, которое почему-то у нас ласково называется бедность. Да еще придумывает какие-то мроты и все остальное. А не проще ли нам с вами вместе взять и разработать российский стандарт, чего? Достойной жизни. Достойной жизни, как написано в Конституции Российской Федерации. И затем, и затем создать механизм и его внедрить. Вот если бы это был всего-навсего 2008 год, то в принципе граждане Российской Федерации, проживающие на территории России, когда мы с одной за спиранткой посчитали, то на свой именной накопительный счет и 12 субсчетов уже в то время должен был получать порядка ежемесячно, независимо от пола, возраста, цвета глаз, конфессиональной принадлежности, порядка 30 тысяч рублей. Правда, доллар тогда был именно 30 рублей. То есть это деньги, пускай они маленькие деньги, но это лучше, чем ничего сегодня получать. Поэтому раз москали не разработали, нечего внедрять. Для того, чтобы что-то внедрить, для того надо сначала разработать. Для того, чтобы разработать, надо по-новому думать. Как говорил один из замечательных педагогов Володя Ульянов, учиться, учиться и учиться. Чему учиться? Вот этой стратегии разработки. И мы с вами ее изучим, эту стратегию. И начнем это мы с вами, ее разрабатывать вместе с другими. Поэтому 16 плюс это то, что называется потенциал. Наша задача потенциал перевести в ресурс и трансформировать его. То есть капитализировать, сделать то, что нужно. 16 плюс и нам. 16 плюс это те, которые могут через 7 ступенек прыгать, бегать, метать. Из них еще можно что-то, именно из них, потому что они на стадии находятся, становления. Они только начинают восхождение на Олимп в своей жизни или никогда не взойдут. Вот наша с вами миссия, ради чего мы встретились, научить их разрабатывать эти стратегии. А для того, чтобы научить, нужно сначала самим овладеть. Поэтому курс предназначен только для одного. А овладевает и сразу начинаем внедрять в жизнь. Поэтому наша задача сегодняшнее состояние понять, что каждому надо и вместе этот путь пройти. Другого не дано. Называется это причина-следственная связь. Вот здесь есть громадье. Оно не должно вас пугать. Просто это то, что мы с вами в легкую по одному щелчку сделаем. Для того, чтобы это все сделать, для этого надо просто понять, что делаешь. И все, что каждый из нас представит, может сделать. Все, что каждый из нас не может представить в жизни, никогда не сделает. Если здесь много-много слов, они абсолютно сейчас ничего не говорят. Это не есть принципиально. Говорить, понимать и так далее. Принципиально заключается в том, что начало всему начинается с того, что человек становится грамотным. В данный момент у нас экономика управленческая грамотность, сказку сделать былью. А именно разработать стратегию лидерства для себя, любимого, единственного. Вместе с командой для команды и реализоваться в команде, стать олимпийским чемпионом по футболу. Выиграть и прославить нашу мать-родину. Или прославить нашу мать-родину, разработав российский стандарт, превосходящий другие страны мира на зависть. Экономику вывести в лидеры, когда темпа роста валу внутреннего продукта менее 10% не будет. Называется «Один вопрос на всех». Если это надо, почему мы это не делаем? Это не ко мне вопрос. Если это надо, мы с вами это сделаем. Для того, чтобы это сделать, значит, надо научить этих людей это делать, кому это надо. Раз сегодня это не надо, значит, мы учить те, кому не надо, это не будем. Поэтому разработка стратегии – это есть прежде всего реализованная грамотность. Но когда мы ее разработали, она должна дать нам результаты. И мы переходим к пониманию компетентности. Компетентности – это уже профессиональный рост. Это то, что сказала Татьяна Викторовна, это получение удостоверения о повышении квалификации. Да, но с точки зрения компетентности. А вот когда у нас разработан механизм реализации нашей стратегии, командной стратегии, мы создаем ту организационную основу, которая и сделает за нас. Потому что машина, когда есть, на ней можно ездить. Когда мы ее разрабатываем еще, когда мы ее производим, еще нельзя ездить. А вот здесь уже мы создали ее, и у нас есть квалификация. Квалификация – это у нас с вами есть не что иное, как реализованная компетентность. То есть наш профессиональный рост реализуется в карьерном росте, называемое управленческое мастерство. У нас получилось. Мы создали машину, на которой мы можем уже не на трехколесном велосипеде ехать в Питер, а на 600-м белом Мерседесе. У нас на первом этапе миссия была, ради чего мы объединяем команду, чтобы разработать 600-й белый Мерседес. Затем мы его начинаем создавать. То мы создали стратегию, реализовывать стратегию, и наш завод начинает производить. И мы пришли к тому, что есть рост доходов. Потому что все, что у нас может быть куплено, продаваться за рубеж, внутри страны, оно материализуется. Поэтому стратегия лидерства – это есть не что иное, как пошаговый переход из одного состояния в другой. Вот эти мы сейчас с вами посмотрим, а потом сделаем. Значит, для того, чтобы что-то сделать, надо увидеть. Увидел – понял. Понял – сообразил. Сообразил – сделал. Причина – средственная связь. То есть, начинаем с малого и переходим. Пошаговые. То есть, не будем торопиться. Сделаем степ-бай-степ. Потому что восхождение на Алим, оно требует чего? Адаптации. Нужно сначала к этому уровню, к следующему уровню и так далее. Конечно, можно. Но можно и надорваться. Поэтому не будем надорваться. Будем наслаждаться этим восхождением и теми результатами, которые мы с вами будем вместе. Не каждый из нас, но Тогеза вместе. Итак, мы с вами коснулись того, что стратегию можно разработать, если нужно. И стратегию будем разрабатывать, если есть амбиции. То есть, то, что ты желаешь. Желать не вредно на Руси. Его надо перевести в хотюльчик. То есть, хочу. А хочу – это основание действий. Вот для того, чтобы действовать, замечательный мальчишка Альберт Екенштейн в свое время сказал, что начинать надо с того, чтобы понять ситуацию. Ситуация рождает решение. И не надо лезть, да, не зная, в роду. Иначе может быть мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому разработка стратегии, неважно стратегии, в семье отношения. Муж – она, он – она, дети – называется в нашем народе семья. Или взаимодействие вместе проживающей семьи начинается с того, что люди, а, анализируют ситуацию, договариваются и делают то, что им нужно. Сложно это делать. Называется это коммуникация. Это уже второй вопрос. Это сейчас мы его не рассматриваем. Поэтому разработка стратегии начинается с анализа. И анализ является необходимым и достаточной информацией для принятия решения. Для того, чтобы принять решение, мы должны иметь необходимую и достаточную информацию. Итак, есть этапы разработки. Этапы разработки. У меня такое ощущение, что он куда-то прыгнул. То есть, прошу прощения, он так быстро перемещается в пространстве, что я не успеваю на кнопочки нажимать. Итак, стратегия начинается с того, что мы понимаем, что состояние, в котором находится, нет. Стратегия начинается с того, что нам нужно, с наших амбиций. Потому что, когда мы знаем, что нам нужно, мы смотрим, тогда уже анализируем желаемое. Нет, мы смотрим фактическое. Поэтому мы знаем желаемое, знаем фактическое. И вот следующий этап, мы смотрим, в чем суть проблемы. В чем проблема. Что нужно изменить для того, чтобы достигнуть. Поэтому желаемое – это нам нужно устранить какие-то причины, которые нам мешают лучше жить. Денег не хватает, это доход уже. Или карьера не растет, что не дает позволить нам сделать больше этих денег, чтобы увеличить доходную часть бюджета семьи и, естественно, удовлетворять постоянно растущие потребности. Поэтому наша задача – осмыслить это, затем знать, что у нас есть. А у нас, например, в стране есть негативные явления. Например, я читал где-то и слышал, что в нашей стране почему-то кто-то сказал, сделал гениальное открытие – есть коррупция. Я, правда, это не понимаю, но верю. Когда я читаю, всегда верю, что, оказывается, есть коррупция. Вообще-то есть инвестиции граждан в развитие системы ГМО. Это правильное определение, что для того, чтобы система ГМО развивалась, нужны инвестиции. И везде все говорят, для того, чтобы бизнес развивался, нужны инвестиции. Поэтому, если это считается негативным явлением, значит, надо что? Разработать механизм, устраняющий. Не надо бороться. Если вдруг у нас обнаружится коррупция, зачем с ней бороться? Надо создать механизм, устраняющий причины. Следовательно, наша с вами задача – научить 16+, это делать. Что? Мы с вами и потихонечку начинаем, осваивая не технологии, пока алгоритм будущих технологий. Чего? Реализации. То, ради чего мы с вами встретились. То, что каждому из нас нужно в этой жизни. Вот теперь, наконец-то, я попал на страничку. Значит, мы с вами знаем, амбиции есть, что нам нужно. Например, устраняем, увеличить доход и дальше все, что кому нужно, что в амбиции будет. Поэтому, зная это, зная сегодняшнее состояние, очень полезно знать, а как мы докатились до этого состояния. Чего-то нас это не устраивает. И оказывается, до нас тоже жили люди. И мы посмотрели, которое у нас было прошлое. И которое у нас сегодня настоящее. То есть, из зависти или не из зависти, или просто захотелось удовлетворить, естественно, потребность в этих знаниях. То мы обнаружили, что, оказывается, люди по-разному жили. И мы по-разному живем. Значит, и здесь надо по-разному жить. Следовательно, вот эта вот разница, дефицит между тем, что есть и что очень хочется, и называется проблема. Мы ее тоже анализируем для того, чтобы ее не было. А для того, чтобы ее не было, мы делаем следующий с вами шажочек. Следующий шажочек. Мы с вами, с вами, вот наше желание, мы знаем было, мы знаем есть, мы знаем проблема в том, чтобы сюда перебраться, перейти состояние. Но для этого надо время. Но для того, чтобы время, нам нужно сначала стратегии, потом механизм, а потом поэтапная реализация, и мы завтра, да. Потому что, если мы сегодня с вами вот эти сделали, то мы выходим из дня сурка. Что такое день сурок? Если мы сегодня с вами определили амбиции, и на основании этого сделали шажок пятый, миссию сформулировали. Миссия – это предназначение, ради чего каждый из нас начинает эту амбицию. И плюс, кто будет те заинтересованными, а именно заинтересованное лицо в реализации нашей амбиции, называется стейкхолдерами. Поэтому мы свое желание, хочу, желание, уже деяние свои переводим в миссию. Миссию. Миссию трансформированы в стратегические цели. Если нет миссии, стратегические цели никогда не появятся. Правда, все пишут, стратегическая цель такая-то. Я согласен с ними полностью, потому что, как сказал Сенека, мореплаватель, который не знает, куда плыть, попутный ветер не поможет. Но для того, чтобы попутный ветер помогал, надо понять, зачем ты туда плывешь. Вообще, а нужно ли тебе туда плыть? Вот это и есть ответ на вопрос миссии. Миссия не миссии, а миссии. Миссия нужна прежде всего, чтобы у нас появились заинтересованные лица в реализации нашего «хочу». Поэтому мы с вами миссию за тем, что делаем, трансформируем в стратегические цели. И вот миссия и стратегические цели и дает нам ответ на вопрос, что делать. То есть мы наконец-таки определили правильное дело. Этого пока еще никто не делает, говорит, ну ничего страшного, сделаем. Надо будет, сделаем. Не надо будет, не будем делать. Кто захочет, мы с вами их намучим. Не захотят, но зачем мучить людей, когда у них есть другое желание, другие амбиции. Стратегические цели. Это есть не что иное, как декомпозиция. Чего? На задачи. Значит, стратегические цели. Есть задачи, потом задания. И, естественно, все это воплощается. Потому что просто взять стратегические цели не достигнешь. А если их не достигнешь, миссию не выполнишь. Для того, чтобы проверить, какие стратегические цели, есть такой механизм. Называется смарт-анализ. Смарт-анализ. Мы его с вами рассмотрим. Мы на этом сейчас останавливаться не будем. Это лучше халву один раз попробовать в наших деяниях, чем сто раз я буду рассказывать, что же это за слова и что за этими словами скрывается. Наша с вами задача эти слова материализовать. То есть эти слова должны в нашей жизни не просто быть, а мы должны иметь то, что эти слова сейчас подспудно скрывают от нас. Стратегические цели проверка осуществляется с точки зрения правильности. Это смарт-анализ. Вот здесь вы видите смарт-анализ. Вот эту часть, как правило, никто не рассматривает, никто не берет. И мы с вами не будем брать. Если надо, мы возьмем для того, чтобы а-конкретизировать и детализировать критерии оценки истинности и реалистичности и дальше настолько она досягаема и как мы можем стратегическую цель дальше перевести в бизнес-планы во все остальное, что позволяет создать механизмы, реализующие о достижении целей и выполнении нашей миссии. Ради чего мы с вами это начали делать. Поэтому стратегический анализ является очень эффективным. Эффективным. Он существует уже давно, но эффективность он с каждым годом приобретает все больше и больше. Не важно, на выборы вы идете или что-то вы хотите сделать для того, чтобы понять, насколько это реалистично. Реалистично. Вы именно проверяете. Значит, это то же самое мы с вами сделаем, когда будем разрабатывать. Если у нас с вами миссии есть, стратегические, все мы определились, то теперь нам очень важно посмотреть тот продукт, который мы предлагаем этим стейкхолдерами для того, чтобы она, вот эта наша деяница была бы инвестиционно привлекательной. Нам теперь стратегии лидерства нужен один из аспектов. Еще, потому что стратегии лидерства это как, скажем, матрешка в матрешке или как лего, состоящие из нескольких стратегий. Это не одна, это совокупность стратегий, которые позволяют быть лидером. Поэтому нам нужно, чтобы наша стратегия была инвестиционно привлекательной. Она может быть только в одном случае. Если мы с вами предлагаем уникальные предложения для всех остальных, которые скажут, да, ба, где вы раньше-то были? Давайте делать, как арабы говорят, тугезы. То есть мы становимся конкурентно способными, потому что наше предложение уникальное. Этого никто не делает, но дает искомый результат. Гарантия этого искомого результата является то, что в результате стратегического анализа становится понятно, где надо атаковать противника и где лучше не надо, а где будет атаковать противника и где это не нужно. Таким образом, когда мы делаем стратегический анализ, степи анализ, социальный, технологический, экономический, политический и институциональный, мы определяем а себя по отношению к противнику, противника по отношению к себе. Поэтому конкуренция – это есть игра, как штабные игры на песочке, а в жизни нельзя ни в коем случае. В жизни конкуренция – это война, это борьба, либо тебя, либо ты. Другого не существует уже на протяжении с 1778 года, когда в отдельно взятой стране свершилось то, что у нас свершилось в 1993 году, а именно 12 декабря 1993 года у нас то же самое, что было у тех народов. Мы перешли на другую модель экономического развития и хозяйствования. Поэтому очень важно проводить степи анализ, не зная окружающей, агрессивной среды нам очень сложно что-либо сделать. В этом кружочке показано, что вообще во всех книгах пишется, поэтому мы с вами лучше когда-нибудь, когда начнем это делать, возьмем из того, что есть инструментарий и не будем лукаво мудрствовать, просто его реализуем, его материализуем. То есть знания, которые есть, их нужно использовать для того, чтобы нам получить искомый результат. Итак, если я быстро говорю, могу чуть-чуть говорить помедленно. Вы напишите, там тормозить. Я буду тормозить, потому что как-то на лекциях привыкаешь к одному, темпо-ритмовой структуре, вот, темпо-ритмовая структура задается аудитории. Так как аудиторию не видишь, очень надо понять, вот, ну, со временем, конечно, и этот опыт придет. Итак, миссия, она должна быть инвестиционно привлекательной. Тогда стейкхолдер, имея пользу, интерес и выгоду, пользу, интерес и выгоду, даст нам то, что нам нужно, чтобы мы достигли своей стратегической цели. Там доход, карьерный рост, то есть продвижение свое, там, или профессиональный рост. Поэтому мы, когда разрабатываем миссию, мы думаем о них, о своих любимых стейкхолдеров. А их у нас немного всего-навсего. Пока осталось 140 миллионов человек с небольшим, вот они все наши с вами стейкхолдеры, потому что у каждого есть свой интерес, свои амбиции. Значит, наша задача сделать синергетический эффект, чтобы не за счет друг друга, как сегодня, это одна модель, а показать им, что оказывается, есть другой способ достижения цели, не надо гильотиной пользоваться, есть оказывается, а анализируем стратегический анализ причины и устраняем причину этого заболевания, как это принято у некоторых профессионалов. Поэтому у нас очень важно, очень важно это иметь их для того, чтобы то, что нам нужно, да, делать для людей, во благо людей, но, как говорил классик русского языка, посредством людей. Именно потому, что они инвесторы. Это принципиальный момент. Вот как только наши начинают понимать на занятии в академии, значит, тогда начинают работать на продажу. Что на продажу? Так как мы работаем MBA и магистратура как дополнительный довесок к MBA идет у нас, ну, как бы второе, если захочет кто-то, а в основном у нас MBA, вот, то они работают в процессе обучения, они уже начинают продавать то, что называется, стратегии. Поэтому они работают, у нас как раз факультет стратегического управления, они работают на разработку стратегии, на разработку механизмов и начинают продавать. В лучшем идеальный, это для меня был рекорд, когда он за период обучения сделал шесть бизнес-проектов и их все реализовал. Ну, это замечательно. Другие, карьерный рост, поэтому принципиально найти те, которые нужны для того, чтобы наше «хочу» было в жизни. Ну, и теперь надо было это раньше нам с вами рассмотреть, но я специально акцентировал ваше внимание на нашей команде. Мы должны проанализировать ее. Называется это свод-анализ, свод-сильные, слабые стороны. Чего? Риски и чего? Те возможности, которые открываются окружающей, агрессивной среде. Это очень хорошо, что агрессивная среда окружающая. Есть принцип айкидо, энергетику противника использовать, то есть трансформирует. Это единственная борьба в мире, которая трансформирует, и не надо вступать в классную борьбу с противником. Берешь и переводишь его энергетику. Слава тебе, Господи, чем он сильнее, тем, естественно, нам будет полезнее и выгоднее. Поэтому мы тоже с вами должны этому научить наших 16+. 16+. Итак, делаем следующий шаг. Следующий шаг заключается в том, чтобы научить проводить свод-анализ. Свод-анализ. Вот, когда встречаешься на занятиях, то иногда волосы начинают шевелиться от того, что тебе начинают рассказывать, потому что социологи, финансисты, кто угодно рассказывал, только не управленцы, они что делают, бедолаги? Они создают вот такую матричку. Вот здесь пишут сильные стороны, и причем столько понапишут, сколько в голову вошло, или сколько успел списать откуда-то. Вот, сюда напишут слабые стороны, сюда напишут возможности, сюда риски. Ну и что? задаешь ему, задаешь ему наш отечественный вопрос. Вот, смысл-то не это, а смысл вот это, что у тебя есть сильные стороны, перенести сюда. Их много не надо, у тебя ресурсов не будет. Тренинг заключается на примере одного. Вот, одну возьми сильную сторону вашей команды, пока не трогай вторую и третью, и не надо ее трогать. Возьми и списка, вот здесь, внешних возможностей, одну, и направь сюда. Возьми и слабых сторон, вот сюда одну и направь. То есть, вот эти квадратики, они должны перенести в соответствие в эту матрицу. А затем происходит креатив, рождается истина, происходит синтез информации, знаний сильных и возможностей. И вот здесь конечно, конечно появляется то, что потом будет основанием стратегии, фундаментом стратегии, стратегическое управленческое решение. Вот чему надо научить детей, вот чему надо учить губернаторов и всех остальных, депутатов учить, а креативно мыслить. Левое полушарие это прекрасно, это аналитика. Вот когда заполняешь вот эти вот, включая левое полушарие, но когда начинаешь стратегическое решение вырабатывать, саму стратегию и потом механизм реализующий, включая правое полушарие, она в 40 тысяч раз быстрее работает, чем левое, отключи его, оно не нужно выполнил это полушарие, свою миссию, дай возможность правому, Всевышний сказал твори, все, начинаем творить, но для того, что творить, надо научить детей вот этому своданализу, креативному мышлению, появляется стратегическое мышление, я не буду дальше продолжать, это результат того, что они а, не книгу прочитали по плаванию, а залезли в воду и начали плавать, не надо сдавать экзамен, почему, прочитая книгу, нет, сдавать нужно нормативы ГТО, экономика управленческого, как и в спорте, нормативы по физподготовке, здесь то же самое, поэтому начинать нужно с ними, сначала дать простейшие знания, довести их до умения, применять, вот этим мы и займемся, а по отношению если надо себя, если их не хватает, у меня тоже может знание не всегда есть, и вы обогатите мое сознание, я буду самым счастливым человеком, потому что только вы можете его обогатить, все что есть, оно уже есть, значит нужно новый приток информации, новое знание, а это вы, вы, которые сегодня здесь находитесь на семинаре, и так, восьмой шаг, как сделать, чтобы достигнуть, нужно видение, не видение, а видение, 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 это означает ответ на вопрос как, если вначале мы с вами видели, что миссии и стратегические цели это на вопрос что делать, но теперь надо не загубить, как это что сделать, как правильно дело не загубить, вот мы переходим с вами как раз в контекст, видение, как, как, а вот это уже ноу-хау, это уже объект интеллектуальной собственности, наши с вами команды, которые разрабатывают, если это противник будет знать, все, если мы будем знать как Microsoft объявил стратегии, то есть какую часть, невидимую часть айсберга, потому что стратегия это видимая часть айсберга, инвестиционная привлекательность, для кого, для стейкхолдеров, для заинтересованных граждан 16+, и невидимая часть айсберга, для кого, для конкурентов, то есть как Титаник утонул, да потому что он наехал на то, что его потопило, вот так же в нашей стратегии, и их надо тоже учить, создавать невидимую часть айсберга, поэтому невидимая часть айсберга всегда отвечает на вопрос, как потопить конкурента, другого не дано, либо тебя потопят, выбирайте сами для себя, как вы собираетесь жить, но поэтому у тебя должно быть, у меня должно быть, у каждого из нас должно быть, почему должно быть, только стейкхолдеры дают возможность, а через инвестиционную привлекательность создать эту мощную, непотопляемую часть айсберга, называемая наша Родина, Российская Федерация, поэтому пока она есть, какая-то часть, но наша задача укрепить ее, чтобы мы стали лидерами в развитии экономики, лидерами не ресурса продавать, а производить то, что будет востребовано, но это следующий шаг, имеющий отношение к том, о чем мы говорим, но это следующие шаги, это следующие вебинары, поэтому мы с вами наконец-то коснулись стратегии превосходства, корневые компетенции, уникальность, ответ на вопрос, как мы достигнем, как мы это непосредственно достигнем. Следующий, следующий, что нужно понять, мне понять, если я пойму, то возможно еще кто-то поймет, есть желаемое, туби, есть реальность, как есть, есть былое, ну, например, я не знаю, знаете ли вы, нет, на территории, где мы находимся, была страна, и до нас люди жили, замечательные были люди, вот, но поколение следующее эту страну уничтожило, это нехорошо, не плохо, просто, видимо, там не так жили, как надо жить, поэтому они поняли, что так не надо жить, и они захотели жить лучше, лучше, но, оказывается, хотели, как лучше, но пока получается даже не как всегда, это тоже есть не критика, это есть понимание ситуации с точки зрения сегодняшнего бытия, которое определяет наше с вами сознание, сознание, поэтому, зная проблему, нам нужно понять, что понять, оказывается, если мы будем дальше продолжать хозяйствовать, так как есть экономика капиталистическая, то сегодня, если вы возьмете, просто посчитаете средства массовой информации, более 70, негативных явлений, там бедность, коррупция, злоупотребление, откаты, распины, ну там много таких замечательных явлений, которые определяют нашу с вами гордость страны перед другими странами, у нас есть, а у них этого почему-то мало, а у нас больше всех, мы лидерами, и так, корневые компетенции, уникальность, поэтому нам нужна эту модель, эта модель, бытие отмерла, социалистическая, сегодня, тогда возникает вопрос, чтобы у нас не было бедностей, не было коррупции, если такое имеет место быть, я не знаю, может, я ошибаюсь, но я вот посмотрел, почему по телевизору говорят, что это и есть, может, не включать телевизор, тогда я не буду знать, что у нас есть коррупция, вот, поэтому нам нужно, и мы с вами в легкую это сделаем, на основании стратегического анализа, и когда мы с вами поймем, как хозяйствовать, мы эту будем стратегию реализовать, через личную стратегию, командную, организационную стратегию, естественно, нашими инвесторами являются граждане более 100 миллионов, и среди них наш золотой фонд, наша национальная гордость будущая, 16+, 16+, это будущие управленцы высшей квалификации, высшие квалификации управленцы не рождаются, они станут в результате того, что мы с ними начнем работать, они будут у нас учиться, они будут у нас учиться, ничему не будет, а стать лидерами, лидерами. Итак, девятый шаг, мы с вами рассмотрели предшествующие шаги, мы конкретизировали с точки зрения содержательного аспекта, но теперь надо понять стратегии лидерства. Я произносил такие слова, как матрешка в матрешке, такие слова, как лего, то есть комплекс чего-то. Так вот возникает вопрос стратегии лидерства, комплекс чего является, который дает ту невидимую часть айсберга для личной вашей стратегии, моей личной, и мы объединили усилия для нашей командной стратегии, ну и дальше по тексту. Итак, смотрим, смотрим, смотрим. Какие же стратегии необходимые и достаточные, которые разрабатываются, разрабатываются. Ну, об этой стратегии мы уже с вами говорили, ответ на вопрос, как, корневые компетенции, уникальность, об этой стратегии мы уже с вами говорили, это инициационная привлекательность, та небольшой части будущих наших с вами стейкхолдеров, заинтересованных, ну их немножко, сто, а да, еще за территорией проживают некоторые наши сограждане, которые с удовольствием к нам вернулись. При каких условиях? Ну это надо будет нам с вами проанализировать и сформулировать эти условия и создать под них эту программу социально-экономической поддержки интереса населения. Надо будет, сделаем, не надо будет, не будем делать. Мы же с вами какие творческие люди, есть заказ, делаем, нет заказа от народа, от граждан, от стейкхолдеров, потому что если есть спрос, то естественно мы должны что? Предлагать. Нет спроса, что же мы будем предлагать, родные, что же нам производить керосиновые лампы? Надо производить, но это опять же как диковинка для того, чтобы продавать там в переходах и везде. Ключевые факторы успеха. Вот ключевой фактор успеха это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Это не что иное, не что иное, как человек занимает достойное место, за что? По результатам. Поэтому, если вы стали лидером, олимпийским чемпионом, то естественно вы по результатам получите все, что надо. Для того, чтобы в сборную команду опять попасть, опять, почему? По результатам. Если я приду и скажу, еду на Олимпийские игры, это не вредно, там же написано, что главное участие, а не победа. А сейчас страну надо защищать интересы, поэтому ты хочешь легкой атлетике в прыжках в шестом, ну вот 6.50 прыгни, приходи, мы тебя немедленно отправим, чтобы прославить нашу мать Родину. Поэтому, оказывается, принцип мировой актократии это то, что мы вам с вами сказали. 16, 16 плюс, это кадровый наш капитал, наш капитал для реализации того, о чем мы сегодня с вами уже начали говорить. Естественно, это экономико-управленческий капитал, но для регионов, потому что граждане, проживающие в регионах, а так как у нас ДА, это где мы сейчас с вами находимся, это аббревиатура, сокращение, работает через онлайн, онлайн, значит, мы можем с вами, они могут, да, быть в Доминикана, где угодно, но учиться, вот, а потом в один красный момент они скажут, а не пора ли нам это вернуться на историческую нашу мать, родину, и они возвращаются, но уже в команде возвращаются, потому что все, что происходит в интернете, там разрабатывается, а реализуется где? В жизни, поэтому мы все разработки будем делать в интернете, там, наверху, в тех кабинетиках, на той площадке, на той игровой площадке, интерактивной, командной, управной, деловой игры, которая называется город-полис, город-полис, это не что иное, как то микро-среда, в которой мы все реализуем, но стратегия садоводства, это как раз создание этой микро-полиса, а вот это ноу-хау, все, что мы с вами будем регистрировать, это является нашей дальнейшей интеллектуальной собственностью, что такое интеллектуальная собственность, она либо есть, да, вспомни слова Винни-Пуха, либо ее нету, этой интеллектуальной собственности, ее надо будет оформлять, значит, те, кто у нас будет в нашей команде заниматься, они будут это делать. Это различные форматы и патенты, и масса других вещей в соответствии с действующим законодательством. Что? Следующий шаг. Мы с вами поняли, что одну простую истину, что сегодня 4 октября, причем до 21 года, и завтра, завтра, это сегодня, но только завтра. Поэтому, если сегодня мы уже поняли, что нам это надо, уже дня сурка, мы завтра проснулись, а что мы это делаем? Если сегодня мы уже с вами разработали миссию, у нас дня сурка нет, у нас завтра уже наступило. Потому что, если завтра мы проснулись, миссии нету, стейкхолдеры не появятся, ну и, естественно, с осенью вытекающими последствиями, которые как были, как песни поются, такие мы с вами и останемся. Поэтому стратегия лидерства есть не что иное, как воплощение каждого у нас внутренних заветных своей мечты. Мечтать не вредно, но ее надо материализовать. Вот с этого я начинал с вами разговор. К этому я сейчас и опять пришел. А именно, здесь экономика управленческая грамотность, это мы с вами легкую. Затем мы с вами компетентность, потому что грамотность реализована и механизм, стратегия, ее реализация этих стратегий, дает возможность создать организационную основу. А это уже квалификация. Это организационная основа, которая даст нам что? Именно то, что нам нужно. Маня и маня. Есть песня такая. УАБА. Вот. То есть доходы бюджета нашей семьи, доходы территории проживания, региона, доходная часть бюджета страны. Мы с вами в процессе занятий разработаем уникальный механизм без налогового, неналогового бюджета образования. Я вообще не понимаю, зачем налоги вообще брать с физических и юридических лиц, когда существуют другие механизмы наполнения доходной части бюджета, как регионального, как федерального, так и муниципального. Назовите фамилии, имя отчества. Кто мешает их разрабатывать? Что танцору мешает? Я в книжке читал, есть такое то, что мешает танцору. Фуанты надо одевать своего размера. Если у тебя размер 40, что-то 37 отделов. Так без ног можно остаться. Поэтому наша задача с вами заключается только в одном. Да? 16 плюс. Это наш с вами контингент, с которым мы будем с вами работать. При условии, если это нам надо, если наши амбиции совпадают, и мы тугеза объединяем усилия и формируем команду. Ну а здесь уже, как надо сказать, лидер, это есть лидер. Поэтому для того, чтобы из этого состояния, которое сейчас мы встретили 4 октября, то есть завтра, это сегодня, но только завтра, вот это мы с вами сделаем. При условии, если это каждому из нас надо. Не надо, не будем делать. Вот здесь опять показана эта матричка. Да, Татьяна Викторовна сказала, что вы можете спокойно скачать или там взять. Я не знаю, где она знает, она вам это еще скажет. И тогда это ваша сегодняшняя, как бы, скажем, презентация, чего называется этих технологий, вы как раз сможете еще раз, наверное, услышать или увидеть. То есть вот это вот, она вам даст возможность скачать. Здесь шаги мы 10 посмотрели. Они одинаковы для личной, для командной, для организационной. Точно так же для территории. Если ваша команда пойдет на выборы, надо в легкую их выиграть. Их выиграть. Я вообще не понимаю, как, вот, что там происходит. Кто-то вообще-то ходит, наверное, на выборы. Я не знаю, зачем. С точки зрения принципа миротократии я должен идти за результатом. То есть, как это происходит у наших коллег на Аляске. Ну, я не буду расстанавливаться потом, если надо будет. Вот, мы это рассмотрим. Регионы точно так же, все эти 10. Отрасли точно так же для России. Вот есть общее, то, что называется, методология. То есть, знание того, как это происходит. То есть, о способе получения знаний и искомых результатов личных, командных, организационных территорий региона. Отрасли это федеральный уровень. А это уже по отношению к агрессивной окружающей среде. Россию. Называется наша Российская Федерация. Государство. Государство. Ну, заголовок успешности находится внутри каждого из нас. Мы это знаем. Но этого не делаем. Поэтому мы способны вы, я, он, она преодолеть то, что только в одном случае. У нас есть амбиции, и мы верим в себя. Вот амбиции. Один из аспектов, третий аспект, который у нас сейчас с вами уже ясно. Это верить в себя. Поэтому амбиции направляют нас, они ведут нас, как та путеводная звезда. Это очень важно их иметь. Если, да, их нет, то тогда успешности может и не быть. Я не знаю, наверное, вы встречали таких людей, которые неуспешные, но, наверное, они еще попадаются в жизнь. В основном все успешные. Что хотят, то и имеют. Если бы они этого не хотели, значит, они себя вели по-другому, в соответствии с другой стратегией. Не были бы теми элементами, винтиками в чужих стратегиях, имели свою стратегию, свою команду формировали под то, что нужно. И объединялись с теми, которые сегодня их, как бы говорят, да, имеют, потому что реализуют они чужие стратегии и не свои стратегии. Значит, изменения зависят от каждого из нас. Другого не дано. Всевышний, независимо от конфессиональной принадлежности, нам дал именно этот подход. Каждый, каждый. Поэтому амбиции начинаются с того, что он формирует, что он хочет. И когда мы понимаем, да, поэтому те, кто придет учиться, начнете с того, что до начала занятий я вам дам свой мейл. Вот, Татьяна Викторовна сказала это очень хорошо, когда до этого люди уже начинают активно начинают действовать. Вот. Вы запомните такой опросничек, опросничек. Вот. В этом опросничке непосредственно, непосредственно в этом опросничке вы мне пришлете. для чего вы это сделаете? Вы сделаете его для того, чтобы мы с вами сразу с первого занятия начали разрабатывать то, что нам нужно. Вот эти стратегии лидеров. Не надо откладывать в долгий ящик, потому что завтра, это сегодня, но только завтра. Поэтому, когда вы пришли, все, вы уже на следующий день должны отработать то, что на следующий день уже есть и надо. Новое, новое на превращение. Это называется восхождение на лимф. Чего? Лидерство. Лидерство. Поэтому опросики очень простенькие. Они примитивные, но они дают возможность мне, как этому педагогу, как тренеру профессиональному, а уже с каждым из вас выстраивать индивидуальную работу. То, что не хватает, нужно дополнить. Вот вы это разрабатываете после того, когда понимаем, что мы с вами разрабатываем. То есть нам оказывается нужно. Поэтому кто-то у вас будет здесь, в руководстве, кто-то здесь захочет быть. Если взять, например, Российский экономический университет, где я читал, то в основе своей все в объект управления. Вот сюда, ну, может, один-два случайно попавших. У нас в Академии все здесь. Сюда я вообще никого не встречал. Ну, это бывают случаи. Правда, их немного прошло, где-то порядка на занятиях пяти тысяч человек. Ну, возможно, если бы это увеличить выборку до ста миллионов, то появится несколько другая картина. Я вот говорю по тем, кто непосредственно на занятиях имел для меня большое счастье быть. Для меня большое счастье быть. Поэтому вот эту вот штучку, значит, те, кто захочет, они непосредственно что сделают? Начнут ее уже до того, как начинают осмысливать и действуют. Поэтому мы с вами говорим об амбициях. Мне нужно как тренеру, помните, мы говорили, анализ начинается с ситуации. Значит, в данный момент вы пришли ко мне и говорите, мы хотим стать олимпийскими чемпионами, мальчики, девчонки по прыжкам в высоту. Но мне надо понять, что пришло. Я же должен воздействовать. А воздействие это управление для того, чтобы изменить ваши способности, для того, чтобы вы стали лидерами. Вот для этого это мы с вами и сделаем. Мы с вами и сделаем. При условии, если это вам надо. При условии, если это вам надо. Итак, сейчас оно перейдет. Значит, то, что я вам там показывал в матричке, личное, командное, организационное, другого не существует. Если я не заинтересован, и мне это не надо, как показалась жизнь, ну, нельзя человека заставить. Даже в этих не могли заставить. Все равно человек остается личностью. Его будет, но он не на себя будет работать. Лучше всего люди работают на себя, а не против себя. Поэтому команда, организационная стратегия. Ну, а если говорить вот так вот, как это делают художники, то, в принципе, вот сегодня работает в нашей стране да, то, что называется окно Авертона. Оно уже начало работать буквально где-то в 70-е годы, когда у СССР уже был хозяин. Называется это Вашингтонский консенсус, когда транснациональные корпорации поделили между мир собой, и время СССР было сочтено, время чек было запущено. Ну, значит, это было, если на небе загорается звезда, это кому-то надо, кому-то выгодно. Оно так и произошло. Оно так и произошло. Это курсы, на которых мы с Вами будем двигаться. А это вот то, что Ваш коллега в данный момент СБ Мельников до Яндекс.ру. Это те, кто есть вопросы или они какие-то есть мысли, пожелания, критические замечания. Я с удовольствием их приму для того, чтобы внести коррекцию, изменение в свое поведение, потому что изменяясь я, будет изменяться та действительность, с которой я имею место быть. Но и при формировании нашей команды для меня это будет очень полезно, потому что это называется обратная связь в управлении, называется обратная связь. И как бы подытоживая нашу с Вами встречу, я хотел бы Вам еще обратить внимание на то, что иногда на занятиях, когда мы общаемся с нашими слушателями, возникает вопрос, а где это можно потрогать, почитать, посмотреть. Поэтому у нас принято готовить учебные пособия каждому преподавателю авторские для того, чтобы они, те, кто к Вам придет, могли бы потом углубить, расширить, ну и дальше по тексту. Поэтому вот есть такое учебное пособие, это наше, ну в смысле не академии, а моего курса, который там читаю. Значит, если кому-то надо, напишет на мейл, и я его пришлю. Я бы не хотел, чтобы он везде бы летал. Естественно, для тех, с кем мы будем эту команду делать, эту команду будем творить. То есть есть еще, потому что все, что я говорил, я говорил мазками, то есть пока делал картину еще не в масле, а первыми штришками, а дальше мы с Вами будем прорисовывать эту картину, которая называется лидеры в жизни, лидеры в управлении. Здесь вы поймете о тех инструментах, которых я коснулся и говорил, что технология это совокупность действий, которые отвечают на вопрос как, а для того, чтобы нужны эти инструменты воспользоваться, нужно знать. Эти инструменты имеют место быть, но запомните, я это не говорил, но это нужно знать, как очень наша, ночью проснулись случайно, спросили, ответили, не Зоя Космодемянская надо быть, а ответить на вопрос, а именно, для разработки нашей с Вами стратегии ситуация рождает решение, и мы не будем искать матрицу, то есть для анализа инструментарий, мы его сами-сами разработаем, это есть как раз пятая стратегия ноу-хау объекта интеллектуальной собственности, потому что мы обладаем инструментом, которого нету. Если Вы меня услышали, значит, жизнь у меня сегодня сложилась, значит, Всевышний нам и мне дал шанс встретиться с Вами и понять, что оказывается не мне одному это надо, а есть еще те, которые могут, и мы тогда тугеза с древнего арабского помним это слово, Вы уже запомнили его, вместе сделаем. А это пошаговое то, что он говорил, степ-бай-степ. Вот в этом учебном пособии они просто смотрят, а потом делают презентацию, потому что они вся защита, экзамены проходят в презентации, презентации эссе, ворд, презентации в чем? В пауэрпоинт, и затем план реализации этой презентации уже где? в жизни, там, где они работают, живут и так далее, зависит от того, какую они стратегию реализовывают. Вот они три аспекта, необходимые, достаточной части того, что называется стратегией лидерства. Лидерство – это разработать, создать механизм, а его внедрить и реализовать через организационную его основу и получить искомый результат, в дальнейшем его развивать, развивать, развивать и наращивать свои мощности. Ну и еще одна есть, есть, это вот то, что он говорил про Плехановскую имени Гоши Плеханова. Вот, это исключительно заточено над бизнес олигархов, там было заточено на олигархов, но вертикали власти, это исполнительные представители, депутаты, руководители и те, которые считают, что они пора ли им руководить там регионом или территории проживания, или, да, то, что им нужно руководить. Вот, собственно говоря, если это кого-то заинтересует, нам его присылать, только вы присылайте, что это вы, семинар, потому что анонимки, там другие, которые присылают, я обычно уничтожаю, как спам, как все остальное. Вот, поэтому пишите, что мы с вами, и я имел счастье с вами сегодня, как...